День народного единства В Самаре стала традицией проводить в этот день разнообразные выставки, викторины и различные культурные программы, которые отражают разнообразие национальных традиций и обрядов, кухонь, костюмов. Тематическая выставка «Мы вместе» во Дворце спорта позволит окунуться в культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан, жители ЛНР и ДНР, а также волонтеры, строители, учителя, врачи, представители промышленности и бизнеса, общественные деятели. Для них подготовлена насыщенная интерактивная программа «Мы вместе» Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» в рамках Года культурного наследия народов России. С 4 на 5 ноября в Самарской области пройдет «Ночь искусств» под общим девизом «Искусство объединяет». В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить в театр или на мастер-классы. В Самаре увлекательные программы для гостей подготовили художественный музей, универсальная научная библиотека, музей Алабина, библиотека для молодежи, музей Модерна и многие другие. Например, в библиотеке имени Надежды Крупской в этот вечер состоится сразу несколько интересных событий. В 17.00 начнется квест «Леонардо да Винчи и его вселенная». Участники смогут исследовать пространство в библиотеке и арт-объектов, созданных по чертежам Леонардо да Винчи, принять участие в мастер-классе в технике коллаж и создать фон для загадочной джаконды. В 18.00 начнется лекция поэта и писателя Леонида Немцева «Женские сказки. Об особенностях женских образов в сказках и мифах». А с 8.00 до 10.00 вечера пройдет мастер-класс по современной каллиграфии. Вход свободный. С 8.00 по 13.00 на площадке театра «Камерная сцена» пройдет 4.00 всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы-2022». Театральных фестивалей в стране много, но фестиваль русской классической прозы на сцене проходит только в Самаре. В этом году к нам приедут театры из Санкт-Петербурга, Тамбова, Арзамаса и Тольятти. Питерцы покажут спектакли по произведениям Александра Володина и воспоминаниям Ирины Адаевцевой, писателя-эмигранта первой волны русской эмиграции. Тамбовский молодежный театр покажет спектакль-шутку по произведениям Чехова, Арзамасский театр драмы, комедийную историю Сила Степанчикова и его обитателя Достоевского. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok